Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! Хотите узнать, чем занимаются флористы по выходным дням? Любопытно? Сейчас покажу. Наверное, каждого шефа беспокоит, что флористы по выходным дням не работают, поэтому они выдумывают для них всякие задания. И вот еще одно задание. Это упаковка пустых картонных коробок под подарки. Вот такое задание получил. Чтобы это не клеится со всякой ленточкой и так далее, делаю с помощью клеющего пистолета. Так, надо хорошо натянуть. Нет. А то потом не поправишь. И приклеить. Вот так. И вот так дальше я должна сегодня запаковать. Должна запаковать сегодня 20 муляжей подарков, 20 пустых картонных коробок, которые будут лежать под елкой в одном из предприятий. Так они решили и заказали это сделать нам. Ну, а у нас пустых картонных коробок не так уж и много. Поэтому пришлось их собирать по всей стране. Знаете, где самые лучшие картонные коробки в Германии? Самые плотные, самые стабильные, можно сказать, самые хорошие коробки в Германии. В винных магазинах. Там, где привозят вино. Коробка стабильная. Могу показать. Видите? Отличная коробочка. Очень удобно ее упаковать. Ну, вот как-то так. Одна четвертая часть коробок у меня уже готова. Ну, на этом не останавливаемся. Если мой шеф нагружает тебя работами, то, соответственно, это не бесплатно. Он за это уплатит. Ну, что самое интересное, что он просто приезжает к нам домой, выгружает все, что ухаживает у него в машине. И даже не встречаясь со мной, снова уезжает. Когда я обнаружила то, что лежит у меня на улице, я пытаюсь разобраться, для чего это все. Вот так. А он потом смеется. Ему нравится это делать. Ну, послать шефа, может быть, иметь последствия. Поэтому послать его нельзя. А если он обращается, значит, ты еще кому-то нужен. Вот такие дела. Это не единственная работа, которую я получаю на домашнее задание. Он это практикует часто и густо. Если ему нужна помощь, он даже не спрашивает. Он приезжает, ставит. Его жена как-то сказала. Ирина просто не может сказать нет. Ирина не может сказать нет, потому что некому. Я выхожу, вижу это все. Рассказываю девчатам на работе. Они хохочут, конечно, тоже. Он хохочет, они хохочут. А делать приходится мне. Ну, я не обижаюсь. Кому не нужна лишняя копейка? Каждому из нас. Вот эту работу по упаковке подарков нужно делать клеящей лентой или скотчем. В Германии называется Терзофильм. Это идет от названия предприятия или фирмы, которая выпускает такую продукцию. Но лодови всегда ищут легких путей. И я тоже вот нашла себе легкий путь. Я клею это все горячим клеем. Единственное, что здесь очень опасно, если клей перегревается. Вот. Время от времени я его ослуживаю. Чтобы не блезть пальцами в этот клей. Ну, вы меня поняли, да? Когда человек работает, и ему эта работа не нравится, ему скучно, он начинает выдумывать рационализаторские методы работы, которые при меньших затратах времени принесут больший результат. Этим я занимаюсь всегда в моей жизни. Что бы я ни начала делать, и если мне скучно эту работу выполнять, то я запретаю методы, как сделать быстрее и лучше. Ну, вот как-то так. Буду работать дальше, чтобы не смешить еще вас. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Вот так. А что тут творится? Ну, сейчас переходим к золоту и бриллиантам. С заданием я со своим справилась. Можно отправлять. Дорогие мои друзья, сегодня я работаю на оптовом рынке. Работаю на оптовом рынке, потому что мне нужно было помочь моему шефу. И вот эти вот горшки мы все пересадили в большие. Кроме этого, мне помогал еще мой Виктор. Вот. А сейчас шефа нет. Куда-то удрал. И надо его дождаться, потому что склад я не могу закрыть. Я хочу показать вам вот это. Вот так выглядит оптовый рынок, на котором продаются живые цветы, флористические. Ну, вот, например, венки, шиповник, корзины. Все, что относится к цветам. Без чего цветы отдельно существовать не могут. Вот здесь горшки продаются. И тут горшки со свежими, живыми цветами. Ух, какие красивые, яркие. Видите? Сегодня выходной день, поэтому все закрыто. Ну, и вообще, оптовый рынок работает с 4 часов утра и где-то до 10-11. И потом до самого вечера закрыт. А вечером опять. Вот здесь орхидеи продают. И магазины закупаются. Цветочные магазины закупаются именно здесь. А вот здесь всякие цубихер. Это то, что принадлежит и декорациям, к цветам. Ну, вот как-то так. И тут тоже всевозможные свечи. Все, что не живое, но декоративное. Вот так выглядит оптовый рынок в выходной день. Завтра опять закипит жизнь. Очень рано здесь. Здесь опять горшочки. Там, где продают срезку цветы, там сейчас опущены жалюзи. Потому что в этом рауме или, как сказать, в помещении температура поддерживается немножко выше 10 градусов. Для роз ниже 10 градусов опасно. Поэтому поддерживают температуру немножко выше 10 градусов. Вот здесь можно купить живые цветы, но это будет завтра. Вот. А сегодня выходной. Тишина. Тут вот тоже всякие сухоцветы. Видите? И шиповник. И сухоцветы. Красота. Идем дальше. Тут опять горшки. Этот маркт принадлежит ни одному продавцу или ни одному хозяину. Каждый отдел имеет другого хозяина. Ну, тут совсем мало кто-то, наверное. А, это дополнительно. Это продает здесь гертны, райплаты. Продает вереск. Продает фиалки. Вероника. Хризантемы. Вот так. Там, где есть живые цветы, все. Опущенные жалюзи поддерживается температура. На часах у нас час дня. Скоро обед. Кроме этого, все, что можно держать на улице, на солнышке, чтобы цветы как можно дольше оставались красивыми, декоративными, их и держат на улице. И так. Вот тут. В этой пристройке. Везде. Видите? Везде цветочки. Везде красота. Красотища. Это что такое? А, это Катаниастер. Ну, вот так. Такая небольшая экскурсия по оптовому рынку. Ну, когда Родина скажет надо, а коммунисты ответят, есть. Так воспитывали нас в Советском Союзе. Вот и ждем, когда явится шеф. Можно было бросить и уехать, но не воспитаны мы так. Чтобы бросить и уехать. Вот так. Красотень. Кроме этого, что здесь продают живые цветы, здесь продают фрукты и овощи. В этом павильоне большом. А еще, кроме этого, есть там, где продают рыбу, фрукты, продукты и все прочее. Ну, вот тут прям сухие цветы. Веночки написано, наделаны. А вот эти веночки розовые, они сделаны из перца. Самый настоящий душистый перец черный. А вот там ниже, там лаванда голубая. Видите? Красотень. Вот. Сейчас я вам покажу, где продают фрукты. Ну, а вот здесь такие большие склады, где продают фрукты. Заводят их обычно ночью, свежие, через выходные. Не содержат, не держат. Ну, тут томатики, еще томатики, помидорки, помидорки, помидорки. И тут помидорки. И там. Нет, тут уже перец пошел. Тут пошел перец, перец, а тут гранаты. Ох, красавчики какие. И опять перец. Ну, вот. Лук, капуста и так далее. Там, где продают рыбу, закупаются обычно рестораны, всякие кафешки. Вот такое. Магазином привозят рыбу уже совсем по другим договорам и поставкам. Смотрите, сколько сухоцветов здесь. Всякие протеи, всякие шишки интересные. Это все уже гидинг флористик называется. Или это флористика, которая идет к родительскому дню. Вот из этого делают венки. Ну, вот как-то так, мои хорошие. Иногда, время от времени, мне приходится работать и здесь, на большом. оптовом рынке. Всем всего доброго. Всем всего самого желанного. Всем здоровья, счастья, мирного неба над головой. Всем пока-пока.